Это приблизительное направление, которое собирается развивать переселенцев в Харькове. Александр, представьте коллег, Александр Чумак, руководитель проекта в Харькове, Екатерина Стрельченко, координатор проекта от благотворительного фонда «Станция Харьков» и еще два спикера. И два ментора, которые будут участвовать в процессе помощи переселенцам в сознании своего бизнеса, это Ленин Кандалов и Катерина Узбишин. Кто такие менторы, Александр? Менторы. Добрый день. Я туда перейду. Итак, друзья, мы задержались. Мы приехали живьем с начатого обучения первой группы переселенцев, которые были отобраны. Огромное спасибо за то, что нам помещение предоставил областной центр занятости. Очень комфортное помещение для учебы, где ребята проведут ближайший свой месяц. По результатам отбора у нас получилось четыре группы. По каждой группе по количеству отобранных расскажет конкретно Катя Стрельченко. Как я уже сказал, сегодня началось обучение. Мы сделали кратенький анализ по статистике тех людей, которые захотели принять участие в обучении. Что самое интересное, я расскажу, мы вам потом предоставим эти материалы. Это среди всех зарегистрированных у нас 87% это люди, которые зарегистрированы как переселенцы. Остальные либо еще не успели это сделать, либо еще находятся по месту регистрации в свое предыдущее место жизни. Следующее. Имеют ли люди работу? Оказывается, что 46,5% из тех, кто зарегистрировался, работу на сегодняшний день не имеют. 53,5% не имеют. Но ребята горят желанием открыть свое собственное дело, что достаточно похвально. Еще одна статистика интересная. Имели ли вы опыт деятельности или имеете свое собственное дело? Так вот, оказалось, что 80% из подавших заявки, это люди, которые либо имели опыт работы на частном бизнесе, либо имели опыт своего бизнеса. И по разным причинам на сегодняшний день такого нет. 86% почти из тех, кто заявился в проект, планируют создать рабочие места для других переселенцев. Что очень немаловажно. То есть, таким образом, люди будут предоставлять рабочие места и другим людям, в том числе тем, кто, в первую очередь, является самими переселенцами. Ну и самый главный вопрос. Обращались ли участники проекта за материальной помощью для открытия своего дела? Таких оказалось пока что только 10%. Но, тем не менее, это говорит о том, что люди обращаются, сами ищут возможность для того, чтобы начать свое собственное дело. Я передаю слово Кате Стрельченко, которая конкретно расскажет о процедуре отбора и даст другую статистику, достаточно интересную. Здравствуйте, дорогие друзья. Семинары, которые приняли участие в информационной кампании. Вот это Харьковский сайт работы Харьков.юа, который разместил объявления и сделали рассылку по людям, которые ищут работу на этом сайте. Это достаточно целевая аудитория. Также в анонсии информационную поддержку оказывала областной центры занятости и городской центры занятости мы проводили информационный семинар. Среди безработных временно перемещенных лиц, которые стоят на учете в центре занятости, которые уже получили материальную допомогу на открытие своего дела. И очень многие люди пришли к нам в отбор. Итак, было заявлено около 200 человек, среди них есть статистика, абсолютно соблюдается гендерное равенство, около 50% мужчин и 50% женщин подали заявку. И среди отобранных это равенство также сохранилось. Отбор ввелся путем анализа анкет и личного собеседа. Критериями отбора было понимание того, чем люди планируют заниматься, это была готовность пройти все обучение. В этом проекте достаточно серьезное условие. По прохождению всего обучения только человек, который в течение месяца посетит все занятия или большую часть занятий, будет иметь право участвовать в этой программе. Не все люди имели такую возможность и, соответственно, в проект попали только те, кто готов пройти весь процесс обучения от начала до конца. Также критерием отбора было понимание того, чем люди планируют заниматься и вот тут есть интересные данные о том, какие же бизнес-идеи и заявки были поданы на этот проект. Очень много людей планируют в Харькове открыть здесь свое дело и продолжить то, чем они занимались там, где они жили раньше. Достаточно много розничной торговли, есть очень несколько интересных проектов. Поэтому это школа, например, для детей и для подростков ребята уже вывезли свое оборудование здесь и уже начали здесь свое дело. Также несколько идей фастфуда, несколько идей по швейному делу, хендмейду и услугам. Это парикмахерские услуги, интернет-магазины и маркетинговое агентство и консалтинг-магазинство. Несколько было обучающих центров, которые тоже планируются открыть здесь по подготовке детей в школе, по подготовке по языковым курсам и по IT-курсам. И все проекты, которые были интересными, все проекты, которые поднимались людьми, они все прошли в проект. И сегодня уже начала заниматься первая группа, состоит она почти 30 участников в ней заявлено. И все они настроены до конца пройти обучение и принять участие в этом проекте. Все настроены на победу, все очень хотят выиграть, все имеют высокий уровень мотивации. И мы очень надеемся, что проекты будут успешны. Спасибо большое. Я передаю слово руководителю менторской группы. Валерий Кандалов, во-первых, расскажет, кто же такие все-таки менторы. И я думаю, что он даже расскажет о некоторых других интересных идеях, которые были заявлены в проекте. Здравствуйте. Полномочия ментора в данном проекте необходима для того, чтобы помочь людям интегрировать свои бизнес-проекты и вообще, в принципе, реинтегрироваться в экономику нашего региона. Понятно, что люди оторваны от своего бизнеса, от своих насиженных мест, от своих связей, требуют помощи в предоставлении каких-то контактов, бизнес-связей, контактов с властями, контактов с налогами. Не секрет, что большинство бизнеса держится на связях, особенно в наших экономических условиях. Поэтому есть прямая договоренность между тренерами, между менторами о предоставлении всей необходимой контактной информации по запросу ребят. То есть им помогут, если надо, найти выходы на партнеров, на аренды более дешевых офисов и так далее. Это все то, что с наскоку очень тяжело решить. Потому что старт-бизнесовый вопрос достаточно затратный, и те суммы, которые выдаются грантами, они не покрывают ни по условиям фонда, ни по жизни, скажем так, необходимых затрат. Потому что фонд финансирует исключительно покупку основных фондов некоторых услуг, а те вопросы, которые связаны с затратами на регистрацию, с пополнением оборотных средств, фонд не финансирует в силу ряда причин. Есть вопросы, связанные с оптимизацией, допустим, юридического статуса, открывать ему ФОП или ЧП и так далее. Мы, скажем так, пытаемся объединить нескольких предпринимателей в группы для того, чтобы, с одной стороны, облегчить фонду принятия решений. Допустим, когда идет речь о финансировании проекта, то большую сумму может получить проект с большим количеством участников, с большим количеством трудоустроенных, временно перемещенных лиц. И, соответственно, объединение участников по бизнес-идее позволяет получить и большую сумму, и больший синергетический эффект. Они друг друга принимают на работу, они объединяются. Допустим, как пример, несколько девочек, которые хотят открыть свой маникюрный кабинет, объединяются в салон красоты, получают и большую сумму. Допустим, на трудоустройство, на самозанятость проекты предусмотрены гранты порядка 15 тысяч, на бизнес, которым трудоустроено больше трех человек, сумма уже 90 тысяч. Естественно, 3 на 15 это 45, если девочки собираются втроем, они уже претендуют на сумму в два раза больше, на 90 тысяч. То есть есть и экономический эффект, и, скажем так, подстраховка, потому что организационные функции, бухгалтерия и прочие накладные расходы могут быть размазаны, тем самым достигается больше экономической эффективности данного проекта. Естественно, такой проект становится более привлекательным, потому что он становится более стабильным. Другой аспект, допустим, помощи менторов, это информационное сопровождение проекта, предоставление информации для фонда о ходе, допустим, реализации данного проекта. Мы обязаны отслеживать эффективность тех денег, которые будут потрачены фондом в течение четырех месяцев, предоставлять информацию о том, как развивается бизнес. Для того, чтобы избежать негативных таких моментов, связанных с перепродажей, допустим, выделенного оборудования, потому что фонд не вкладывает в проект тяжелые деньги, он вкладывает в покупку основных фондов, чтобы это оборудование не было перепродано и деньги не ушли на сторону. То есть это тоже, соответственно, с менторов отследить такие вещи. Третьим, наверное, самым важным аспектом это помощь в написании бизнес-планов. Не секрет, что не у всех есть экономическое образование, многие, как уже было сказано, чуть больше половины имеют бизнес-опыт, и даже те, кто его имеет, он уже не всегда актуален, потому что был большой перерыв, большие изменения в законодательстве. Есть своя региональная специфика. То есть помочь составить бизнес-план грамотно, корректно, учесть все необходимые факторы для того, чтобы он был более убедителен для комиссии. Я думаю, с учетом всей специфики региона, это тоже ответственность ментора. Я еще предоставлю Никодиния вас, пищевые слова. Добрый день. Как Валерий обозначил, что помощь ментора – это очень важный процесс в восстановлении получения гранта. Поэтому задача менторов обеспечить сопровождение на этапе после обучения. Это очень важный этап для того, чтобы люди смогли сориентироваться, применить знания, полученные в ходе процесса тренинга, и выиграть грант. Я надеюсь, что наша команда менторов обеспечит большинство участникам сопровождение, и они добьются своей цели. Мы очень на это надеемся и рассчитываем. Спасибо. Спасибо. Напомню, что размеры финансирования проектов для малого стартапа – это 15 тысяч гривен. Таких будет поддержано 10 проектов. Для среднего стартапа – 45 тысяч гривен. 10 проектов и до двух рабочих мест. И большой стартап, их всего будет 5. Сумма финансирования – 90 гривен при условии создания до 4 рабочих мест. Полностью финансирование проекта осуществляется при поддержке Международного фонда «Видроджиня». Кроме этого, еще один немаловажный фактор, о котором мы всегда подчеркиваем, о том, что одним из условий финансирования проекта, то есть его поддержки, есть регистрация обязательная ребят либо частным предпринимателям, либо юридического лица. То есть никакой поддержки физическим лицам оказываться не будет. Это очень важный момент. Если есть вопросы… Если можно, я еще одну реманту сделаю. Александр сказал о том, что поддержка… Давайте с другой стороны немножко. То есть не секрет, что проекты бывают разные по сумме, и не все они вписываются в те суммы грантов, которые заявлены фондом. Мы хотели бы через вас обратиться к бизнесу Харьковскому. То есть мы по своим каналам уже обратились с ProSB поучаствовать в данном процессе в качестве инвесторов. Почему? Потому что есть интересные идеи, которые требуют большего финансирования, и если у бизнеса есть интерес в участии в данном проекте, мы готовы рассматривать партнерские сотрудничества. Это не обязательно должны быть гранты. То есть участники бизнес-тренингов и, соответственно, участники конкурса готовы рассматривать вопросы долевого участия других бизнесменов в своих проектах. Поскольку есть вопросы, связанные с финансированием, как я уже сказал, оборотных средств, на которые фонд не выдает деньги. Допустим, у участника есть оборудование, которое он вывез из зоны, а то он готов открыть. Мы готовы ему, скажем так, профинансировать какие-то услуги, аренды, еще что-то. Но ему крайне необходимы жилые деньги, ему необходимы клиенты. То есть возможность состыковать с существующим Харьковским бизнесом или просто войти в качестве долевого участия партнера, помочь людям. То есть было бы замечательно, если бы Харьковский бизнес откликнулся и тоже поучаствовал. Я, так и думаю, отбор уже окончен, да? Да. Потому что сформированная группа. Да. Сформированной группой. Я хотела еще добавить, что не только финансирование, хотя финансирование является важным результатом этого проекта, но не только финансирование является результатом проекта. Когда мы проводили собеседование, были люди, которые говорили о том, что у них в принципе есть возможности финансовые открыть свой бизнес, но они побаиваются это делать в Харькове, потому что им не хватает знаний, не хватает понимания бизнеса в Харьковском регионе. И главное, не хватает связей в бизнес-среде. Они здесь никого не знают и не понимают, к кому обращаться в каком случае. И проект дает возможность получить еще и это, получить необходимые знания и получить, побыть в хорошем среде и получить здесь то, что необходимо людям для того, чтобы старт бизнеса был максимально успешным. Спасибо большое. Есть вопрос? Да, есть вопрос, Александр. Вопрос такой. Когда отбираются люди? Они предварительно, я так понимаю, заявляют, в каком направлении они хотели бы работать. Правильно? Они описывали свои бизнес-идеи. И описывали идеи. Но те идеи, которые я услышал, парикмахерские, косметические салоны, не кажется ли, что Харьков переполнен уже подобной сферой деятельности? Проводился ли мониторинг профессиональный рынка Харькова на предмет, какие ниши переполнены, а какие не заполнены? Чтобы рекомендовать людям, которые хотят открывать бизнес, не ломиться в закрытую дверь, а идти туда, где открыто? Если Вы позволите, я... Потому что это, по большому счету, вопрос с компетенцией менторов. Здесь, скажем так, две проблемы. Первая проблема, что на этапе отбора мы не проводим никаких маркетинговых исследований. Это не предусмотрено фондом, на это не выделено деньги. И Вы же понимаете, что взагали обрабатывать рынок, ну, достаточно пустое занятие. То есть мы отбираем проекты по степени, ну, скажем так, мотивированности людей, участия в этом проекте и необходимости. Да, то есть после того, когда люди отобраны и представили свои бизнес-идеи, они формируются в группу по признакам, допустим, по разным признакам принадлежности проекта к той или иной отрасли, наличия бизнес-опыта и так далее, сумма проекта и так далее. Дальше эти проекты сопровождаются как тренерами, так и менторами. Задача менторов – помочь человеку сфокусироваться на том продукте и том рынке, который наиболее востребован. И вот здесь вот как раз и решается та проблема, о которой говорите Вы. Вот, допустим, например, Катя Ласпичева, она специалист, консалтинг, занимается консалтингом по маркетинговым исследованиям. Ее задача, задача ее коллег – помочь людям правильно сфокусировать свой товар. Если в том регионе, допустим, в том районе, где человек пытается открыть, ведь не секрет, опять же, что вновь прибывшие люди не знают специфику региона, не знают насыщенность теми или иными услугами, они ориентируются на свой опыт, на, скажем так, свое знание тех рынков, откуда они уехали. В этом и состоит помощь мэтров, помочь, подсказать, может быть, перепрофилировать, может быть, изменить, может быть, выбрать тактику продвижения другую, объединиться, зарегистрироваться в другом районе и так далее, поменять направление вид бизнеса, если он действительно перенасыщенный и человек столкнется с сильной конкуренцией. Более того, я добавлю, я вчера специально, у нас была вчера координационная встреча между отобранными участниками и тренерами, и менторами. И, в принципе, я сказал, что ничего плохого не будет, если вы в процессе написания бизнес-плана поменяете свою бизнес-идею. И уже вчера два человека подошли с вопросом о том, что они как раз хотели этот вопрос задать. То есть у людей несколько бизнес-идей, они подали на конкурс одну идею, но потом, через какое-то время, поняли, что они хотят заниматься немножко другим. Это, в принципе, нормально. Они могли за это время уже узнать что-то сами. То есть провести свои маркетинговые исследования. Но среди идей есть, например, идеи, которые не являются коммерческими. Это социальный бизнес. Например, создание центра по реабилитации детей с особенными потребностями. Интересная вот идея – это выездная автодиагностика на предприятие, например. Услуга такая интересная. Сколько раз хотели у вас скульптуры? Услуга такая интересная. Услуга такая интересная. Услуга такая интересная. Ну, посмотрим, да. Далее фарфоровая флористика. Интересная тоже идея. Такая уникальная. Хочу добавить, что не по красоте написанного проводился отбор, а отбор проводился по пониманию человека, того, чем он собирается заниматься. В анкете специально был вопрос о том, что вы уже сделали для того, чтобы ваша бизнес-идея была реализована. И многие люди уже сделали шаги. Это не крупные маркетинговые исследования рынка, а исследования именно в своей сфере. Если человек хотя бы обошел свой район и посмотрел, есть ли что-то в этом районе похожее, или если он провел какие-то собственные исследования, то это, конечно, является плюсом. Если человек подобрал уже себе помещение, или если человек примерно опросил потенциальных клиентов о востребованности его продукта, который он предлагает. Ну, и кроме того, бизнес-идея, которая есть у человека на этом этапе, она, скорее всего, была адекватна его прошлому опыту. То есть человек должен как-то разбираться в этой сфере. А по сути бизнес-идея может измениться. Здесь на этапе отбора проверялась именно мотивация участия в проекте и понимание того, чем человек планирует заниматься. Я еще хочу допомнить. Здесь постоянно идет баланс между некой инновационностью, оценкой проекта между инновационностью, которая необходима для запуска нового бизнеса. То есть он должен иметь яркость, он должен иметь уникальность для того, чтобы, ну, скажем так, выиграть конкурентные преимущества на уже занятом времени. И некой стабильностью, пониманием специфики и так далее, знанием, наличием соответствующего опыта, вы понимаете, то есть они немножко противоречат друг другу. В конечном итоге проект не кредитный, то есть мы не ориентированы на обязательный возврат этих средств. Это вопрос помощи людям, реинтеграции их в экономику, поэтому мы в некоторой степени занижаем требования. В бизнес-планах нету там обязательного для, допустим, любого кредитного проекта расчет чистой привиленной стоимости, каких-то коэффициентов. Но минимальное знание экономики проекта и так далее, безусловно, необходимо. Поэтому я еще расскажу, здесь баланс между, ну, скажем так, коммерческой и социальной составляющей. Я хочу добавить, что, возвращаясь к вашему вопросу, главная составляющая успеха, кто подал заявку, это понимание ценности того, что он будет доносить. Я могу это сказать чисто с профессиональной точки зрения, касательно рынков, по тем идеям, которые были обозначены в анкетах, ниши, окна есть. Главное сейчас для людей понимать, чем они будут заниматься и формировать рыночную стоимость своего продукта. Еще? Да, вот, можно, я, потому что у нас большая вопрос. Объясните, пожалуйста, кто и как, по каким критериям будут определять проекты победителя? Мы обязательно создадим конкурсную комиссию, в которой будут входить в том числе менторы, в первую очередь, потому что они будут сопровождать дальнейшее развитие проекта. Кроме этого, мы в отборочную комиссию пригласим публичных людей, бизнесменов известных, харьковских, бизнесменов, которые занимаются немалым бизнесом, а средним и крупным, которые будут участвовать в отборе проектов. Поэтому это будут достаточно известные, авторитетные люди. Когда это будет? Сколько людей будет назовете? Отбор проектов будет 7 сентября на день предпринимателя. Это один день? Нет, ну, конкурс будет длиться неделю, да, а финальный отбор состоится 7 сентября. И сколько у вас человек? 25 проектов будет поддержано. Это не обязательно человек, это могут быть группы. Да, скажите, пожалуйста. Есть в русском языке или в украинском, как хотите. Аналог этого условия нет? Есть. Но вы можете его озвучить. Потому что когда мы будем делать материал, чтобы людей не выгрузить метр, это же наставник, что ли? Наставник, если это наиболее... Хорошо, спасибо. Ну, как я поняла, вы сориентированы на людей оттуда, которые, в принципе, более-менее успешные были и там, да? И не кажется ли вам, что такие люди и тут, ну, как бы и сами могут пробиться, которые понимают, что такое бизнес, как его развить, вот, и которые имели какой-то капитал там, и, возможно, это сохранили и перевезли сюда. А вы могли бы переориентироваться на людей талантливых, но которые, ну, скажем так, никогда не занимались тем, чем вы их хотели заниматься. Но, может быть, я неправильно вас поняла, все равно вы как-то говорите о тех людях, которые, вот, по гриву, предоставились какой-то и вам бизнес-план, свой, личный, в любом случае. Ну, в проекте «Примут участия», если посмотреть на статистику, то 50% человек имели опыт введения своего бизнеса, 50% людей этого опыта не имели. И всю жизнь мечтали, например, или там им не хватало чего-то для того, чтобы его открыть. Нельзя сказать, что проект полностью ориентирован на тех людей, которые занимались раньше бизнесом и были успешными. Те люди, которые не имели опыта своего бизнеса, они имеют какое-то знание или профессиональный опыт в той сфере, в которую они хотят открыть свой бизнес. Но все равно никто не ожидает, что в этот проект зайдут люди с готовым бизнес-планком. Этот проект будет открыт и только с бизнес-идеей, которая имеет какую-то связь с прошлым опытом или с какими-то знаниями в жизни обычной. Бизнес-план готовый, требуется уже после двух месяцев прохождения проекта, и в течение этих двух месяцев будет миллион возможностей для того, чтобы этот бизнес-план был идеален. И группа наставников, как вы говорите, и тренера, которые будут работать с участниками проекта в течение месяца, помогут им написать, оформить свою бизнес-идею, которая, может быть, сейчас не имеет форму бизнес-плана, оформить ее в виде именно цифры и экономической целесообразности и стоимости. Возможности у всех абсолютно на входе, на выходе выберут те, чьи видны планы будут действительно одобрены комиссией, которая в комплексе будет открытой, и любой человек может следить за его входом и результатом. Еще вопрос, только, пожалуйста, вопрос к Александру, а не ко всем по очереди, а то времени не хватит. Кто будет преподавателями на этих семинарах? Не обязательно фамилии, направления, по которым будет проходить обучение, и насколько это люди уровня соответствующих? Значит, какие направления обучения? Первое, это основы предпринимательской деятельности, что это вообще такое. Второе, это основы бухгалтерии и отчетности. Основы, не нужны людям, даваться бухгалтерию. Следующее, основы юридические для ведения бизнеса. Следующее, это основы продвижения своих товаров и услуг, в частности, социальный маркетинг. И пятое направление еще, написание бизнес-плана. А, да, конкретно, написание бизнес-плана. То есть, это основы, которые мы даем. Люди, которые преподают, это, например, бухгалтерию читает, это эксперт ассоциации частных работодателей, компанию бухгалтера Оксана Васильева. Юридические вопросы читает Роман Лихачев, ну, известный человек, не нужна. Социальный маркетинг Наталья Азарова, тоже известна. Не нуждается в представлении Яна Сенгудская, правильно? А, Наталья Яковлева, основа предпринимательской визнице. То есть, люди, которых мы знаем, у которых опыт есть. Ну, все же таки, какое-то ознакомление. Это люди, которые приехали в Харьков. Кто-то полгода назад, кто-то месяц назад. Ознакомление их с экономической ситуацией, с рынками и нишами Харькова. Будет в ходе обучения проводиться? Да, у нас будут специальные отраслевые встречи, которые мы организуем с представителями разных секторов бизнеса. Например, IT-бизнес, торговля, еще какие-то сектора. Для того, чтобы, в первую очередь, людям дать понимание особенностей ведения бизнеса в регионе. Потому что они между областями разные. Заполненность рынка. Да, даже между Луганской и Донецкой областью были свои особенности. Так же, как и Харьковская. Поэтому у нас будут еще дополнительные встречи, когда мы ребятам дадим возможность пообщаться с людьми, которые ведут тут бизнес реальный. Которые построили свой бизнес, уже занимаются его управлением и могут рассказать о каких-то своих секретах. Далее, это встречи между самими участниками проекта и действующими предпринимателями. При этом, на прошлой неделе на круглом столе поступило именно переселенцев, предпринимателей. То есть, они хотят пообщаться с людьми, задать им простые вопросы. Потому что, например, мы когда стояли, пили кофе, мы задали вопрос, как порешать вот этот вопрос. А я объясняю, у нас этот вопрос не решается. У нас его можно обойти нормально, то есть, зарегистрировать то, что вам нужно. То есть, вот серия встреч с харьковскими предпринимателями в этих сферах будет. Да, люди смогут с жильем пообщаться с предпринимателями харьковскими, задать им вопросы простые, понятные, на которые получить сразу ответы. И таким образом, они смогут намного быстрее в нашу бизнес-среду влиться. Поэтому, такие встречи будут, конечно же. Какие-то еще, это мои какие-то дополнения. То есть, в группах, скажем так, есть возможность посещать любых ковчаг. Поэтому, определенное перекрестное обвеление, они приходят в качестве слушателей, они участвуют в конкурсе, проектах. Это такие же бизнесмены, это такие же люди, скажем так, заинтересованы в открытии своего собственного бизнеса. Соответственно, их опыт и вот эта горизонтальная связь тоже играют. Единственная оговорка, что мы не сможем их пройти. поддержать. Но свободными слушателями они могут быть. То есть, будет какой-то график занятий? Да, график занятий сегодняшнего дня, я не знаю, там сегодня больше 30 человек, может даже уже есть свободные слушатели. Да, там есть. Потому что группа 27 человек, но я когда пришел, увидел, что там около 30. То есть, я могу вам знать этот график? Это на сайте? График, ну, мы, наверное, сегодня на сайте выложим, потому что он уже утвержден, да? Мы сегодня выложим. Сейчас обучение происходит по адресу улицы Броненосца, Потемкина, Дина, это областной центр занятости, комната номер один. Поэтому, единственное, что у нас обязательно требование, это регистрироваться. На сайте ассоциации будет? Будет так, да. Если завтра туда придет 50 свободных слушателей, ну, во-первых, нам места не хватит, во-вторых, ну, мы не сможем всех кофе-брейками накормить, потому что мы рассчитываем на 25 человек. Поэтому очень просим регистрироваться за разницу. Спасибо большое. Есть еще одна вопрос? Да, хотелось бы спросить, розничная торговля в основном вы сказали? Нет, 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 не в основном вы сказали. В основном расчете? Нет, нет, не в основном расчете. Что вы сказали тогда? Есть бизнес-идеи, которые связаны с розничной торговлей. Так же точно, как и есть бизнес-идеи, которые связаны с различными услугами, сферой услуг. И есть производство, есть детские образовательные проекты. Проекты очень разные. А как это можно, когда сформулировать какие-то таблицы? Потому что я пока не понимаю, сколько там теутра. Да, ну, смотрите, я объясняю. У нас 25-го числа закончился отбор. 100 проектов прошло дальше, да. То есть у нас 25-го числа закончился отбор. И вчера произошла первая координационная встреча. То есть фактически, поскольку идеи были написаны просто языком, я вам дал инфографику там, где были ответы «Да, нет». Ее нам легче сделать. Быстрее. Все остальные результаты будут обработаны, и уже будет дан пресс-релиз. Мы уже напишем, сколько каких идей, каких направлений было подано. Просто над этим работают рекрутеры, которые принимали заявки. И они обрабатывают все заявки, потому что там тексты. И все равно это предварительная идея. Мы же говорили о том, что в процессе проекта идея может поменяться. Человека несколько разе. Поменяется. Какое-то отношение к моему вопросу. Нет, ну, то есть было 200. И вы из 200 это правильно 100 проектов. А, то есть 100 в течение 3 группы будет, да? 4 группы по 25. Ну, там плюс-минус там. Спасибо. Спасибо вам большое. Успехов вам. Приходите рассказать. И дальше. Будем часто. Да. Хорошо. Спасибо вам большое. Пошли.